Приветствую вас, дорогой друг, в рубрике «Тренерские фишки». И в этом видео мы с вами обсудим, как же палится бизнес-тренер, когда у него нет точки опоры. Бывают такие ситуации, когда бизнес-тренер по какой-то причине не уверен в том, что он говорит. Или для него непроверенная информация, или он проводит тренинг первый раз, или еще есть какие-то моменты, почему он чувствует себя неуверенным. Из-за помещения, из-за аудитории, из-за группы. И эти все моменты очень видны по жестикуляции и действиям тренера. Давайте же обсудим, как группа может вычислить, что у вас нет в данный момент точки опоры, и вас можно расшатать. Когда человек уверен в своей позиции, в том, что он делает, в том, что он говорит, его язык телодвижения следующее – он стоит ровно на двух ровных ногах. Плечи у него находятся на одном уровне, и руки у него не пересекаются друг с другом, то есть нет закрытых жестов. Соответственно, ваше положение ровное. Когда что-то идет не так, или вы в чем-то не уверены, начинает происходить следующее. Вы начинаете переминаться с ноги на ногу, и облокачиваетесь то на левую сторону, то на правую сторону. При этом ваша вторая нога стоит как-либо так, либо вы ее пересекаете, ставите ногу за ногу, и таким образом, когда вы стоите на одной ноге, вы немножечко шатаетесь. Это значит на подсознательном уровне, что ваша позиция неустойчива, вы не уверены, и вы ищете точку опоры. Также тренер может опираться на те предметы, рядом с которыми он находится. Например, на флипчарт. Как тренер часто опирается на флипчарт, когда он в чем-то не уверен или ищет точку опоры на подсознательном уровне? Это происходит вот таким вот образом. Вы, во-первых, переминаетесь на ноги на ногу, во-вторых, вы ставите руку на подставку для маркеров, которые есть на флипчарте, и немножечко смещаете свое положение к флипчарту, опершись на него. Если рядом с вами оказался стул, вы можете на него также начать опираться. Вот таким вот образом. Или вот таким вот образом. Создавая барьер между группой и собой с помощью стула, в котором вы еще и, ко всему прочему, защищаетесь. Еще один предмет, на который может опираться бизнес-тренер, это стул. Сваливаясь на него, вы сваливаете свое положение перед участниками. Также есть еще один момент, по которому можно определить, что вы не уверены в своей позиции. Это то, как вы садитесь на стул. Человек, который уверен в позиции, он занимает всю площадь стула полностью и облокачивается на спинку. Соответственно, вы сидите полностью на всем стуле. А если вы не уверены в своей позиции, вы занимаете не всю площадь стула. И на языке телодвижений это будет говорить об этом другим людям. Помните об этих моментах. Не облокачивайтесь на разные предметы, которые находятся вокруг вас в аудитории. И ваша позиция как тренера будет всегда четкой и уверенной. Особенно, если вы будете ровно стоять. А я желаю вам успешных тренингов и новых достижений. С вами была Наталья Волосаева. До встречи в рубрике «Тренерские фишки». Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok